В программе фестиваля «Золотая осень Славутича-2015» среди многочисленных мероприятий для участников фестиваля традиционно особой популярностью пользовались многочисленные мастер-классы. В рамках одной из таких встреч перед юными журналистами ЗОСи с эксклюзивной информацией о работе Чернобыльской АЭС выступили представители ГСПЧС. Ведущий инженер отдела стратегического планирования Юрий Карпенко рассказал гостям фестиваля о истории предприятия, его строительстве, генерации, о работах, которые велись во время аварии 1986 года, строительстве объекта укрытия, о целях и задачах, которые стояли перед коллективом ГСПЧС после останова блоков. После останова последнего энергоблока номер 3 в 2000 году, я вам скажу так, что до этого основная цель и идея и миссия предприятия Чернобыльской АЭС – это была генерация электроэнергии. После останова перед Чернобыльской АЭС стала совсем другая миссия – это ликвидация последствий аварии, это снятие с эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции, блоков Чернобыльской атомной электростанции. На сегодняшний день можно уверенно сказать, что в принципе само решение о закрытии электростанции – это было сугубо политическим решением, которое не имело по себе таких вот жестких и веских оснований для того, чтобы прекращать все-таки работу этого объекта. А также Юрий Карпенко подробно рассказывал о текущих международных проектах, которые реализуются на промплощадке ЧАЭС, о заводе по переработке жидких РАУ, промышленном комплексе переработки твердых РАУ, о новом хранилище ХАЯ-2 и строительстве нового безопасного конфаймента. Тему Чернобыльской атомной электростанции продолжил председатель профсоюзного комитета. Максим Орлов особое внимание уделил перспективным планам Чернобыльской АЭС, а также задачам, стоящим перед коллективом предприятий. С чем мы сталкиваемся сейчас? 15 лет Чернобыльская атомная электростанция не вырабатывает электрической энергии. Электрическая энергия – это тот товар, который вырабатывает и продает электрическая станция. Мы это все хорошо понимаем. Более того, мы все понимаем, что, видимо, атомная электрическая энергия – это пока что по уровню надежности, по объемам резервов и ресурсов – это источник энергии будущего. Другое дело, каким образом мы это будем получать, каким образом мы будем обращаться с технологиями, как мы их будем развивать для того, чтобы это было по максимуму более качественно и, самое главное, безопасно. Так вот, Чернобыльская АЭС – это площадка, на которой вопросы безопасности стоят превыше всего. Поэтому у нас есть соответствующие учебные центры, на которых специалисты готовят, другие специалисты, которые непосредственно выполняют работы на площадке. На базе учебно-тренировочного центра проводятся семинары, связанные с обменом опытом. И самое главное, сегодня мы ставим вопрос, как же мы будем жить дальше. 15 лет прошло, и что же нас ожидает впереди? Полный демонтаж, полная разборка существующей конструкции атомной электростанции – это всего лишь один из элементов нашей деятельности. Мы понимаем, что мы сейчас обладаем уникальными условиями, которые нам позволяют предоставить конкурентные услуги по снятию с эксплуатации других атомных энергоблоков, как в рамках Украины, что неизбежно, так и за рубежом. Мы можем работать в секторе экономики, который занимается переработкой, обращением и захоронением радиоактивных отходов. А радиоактивные отходы неизбежно есть в любой экономике, которая занимается высокотехнологично и ответственно вопросами использования ядерной энергии. Многочисленные вопросы юных журналистов, последовавшие после выступления специалистов Чернобыльской атомной электростанции, наглядно демонстрировали интерес к данной теме. И хочется надеяться, что информация о работе Чернобыльской атомной электростанции, полученная на этой встрече из первых уст, будет использована юными журналистами, профессионально, грамотно и с пользой. Не только в статьях фестиваля, но и в средствах массовой информации, которые они представляли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова